Песня про Амары. Музыка народная, слава мои. Показывается, ты сумасшедшим ещё и поёшь, да? Показывается, ты сумасшедшим. И чтобы их не выбрасывать, они иногда напоминают о детстве. Вот, например, это ключ от моего шкафчика. Она выросла в большой семье. Счастливое детство имеет одну особенность. Оно оберегает человека всю оставшуюся взрослую жизнь. Очень любила все виды творчества. С трёх лет сочиняла песенки, катаясь на качелях. Мы с сестрёнками шили одежду моим куклам. И всё это проходило в такой семейной идее. В её семье папа пел, играл на музыкальных инструментах. А мама шила и вязала вещи лучше тех, что продавали в магазинах родного Пятигорска. Родители с ранних лет получали трёх своих дочек к тому, что умели сами. И младшая Марина оказалась по всем семейным предметам лучшей ученицей. Когда я научилась делать игрушки, у меня аксессуары из войлока, из шерсти, я сделала вот эту ромашку. И когда эта ромашка встретилась с этой сумкой, они полюбили друг друга. И теперь гармония воцарила. Я её на шоу не снимая. Отец Марина – профессиональный музыкант. Он играет на разных инструментах, и без него до сих пор не обходится ни один праздник, ни одна свадьба в городе. И тут, когда выходила замуж моя старшая сестра, я решила, что это мой шанс. Я написала песню к её свадьбе. И говорю, ну, это мой подарок, мне нужно спеть. Не даю микрофон. Я вложилась, как могла. Все мне аплодировали, я поняла потом. Этот момент, минута счастья, это моё. Мама, человек более практичный, стремилась научить дочь навыкам шить и вязать. Справедливо считаю, что это в жизни пригодится гораздо больше, чем стихи и песни. Но Марина втайне видела себя на сцене. Она понимала, что её, младшую, родители ни за что не отпустят одну маслу в театральный вуз. Поэтому, накопив денег, девушка уехала в столицу тайком от родителей. И только добравшись до Москвы, она позвонила домой. У нас были очень большие скандалы дома. Мы её убрали, говорили, что Мариночка, с Пятигорска приехать в Москву, это практически просто нереально. Из уютного семейного гнезда Марина попала в чужой, незнакомый город. Вместе с другими абитуриентами она ночевала по комнатам и спала на вокзалах. Я ходила на спектакль «Ани Жирардо». И после спектакля очень хотела сделать у неё автограф. Пошла за сцену, но её уже там не было, были одни монтировщики. И я запомнила, как один другого звал. «Андрей, Усков, иди сюда!» И я запомнила ушла. И тут 12 часов ночи, не знаю, куда идти. У меня мои сумки. Я подхожу к служебному входу малого театра и говорю, «Здравствуйте, у меня здесь дядя работает монтировщиком». Они как зовут его? Андрей Усков. Обман сработал. Её пропустили в театр и разрешили перелочевать за кулисами. До сих пор Марина вспоминает эту незабываемую ночь в малом театре. Но мне было не до сна. Я гуляла по малому театру. Читала свою программу со сцены малого театра. Да, искала портрет Юрловой. Потому что есть легенда, что она выходит из портрета, бродит по театру. Я очень боялась, не искала этот портрет. Она поступила во все четыре театральных вуза. После долгих размышлений и переживаний выбрала Щукинское училище. Там же на первых курсах её пригласили в первый фильм. Ахламон. Мечта о собственном доме, где будут лежать её любимые поделки, не оставляла Марина никогда. Когда её пригласили на съёмки длинного сериала «Родные люди», она сразу же решила, что будет экономить на всём, но накопит деньги хотя бы на маленькую квартирку. И здесь, мне кажется, что мне удалось его создать. Именно тот уют, которого мне не хватало. В этой квартире всё сделано по эскизам хозяйки. Все детские мечты и надежды Марина воплотила в сорока метрах своей новой жилплощади. Платье белое в мыслях мерила, белое верила. Многое здесь буквально сделано своими руками. Яичница на потолке в кухне и качели посреди гостиной, фирменная ноу-хау актрисы. Ну, во-первых, такого я нигде не видела. И решила увидеть это у себя в квартире. Потому что это кухня. Кухня часто ассоциируется с чем? С внешней целью. В доме в первую очередь появился любимый уголок, где хранятся нитки, коробки для аксессуаров, иголки и спицы. Здесь же любимые игрушки, недовязанные сумки и шапки, которые ждут своего часа. Это на самом деле был вор. А вот эта часть уже была довязана. И получается очень симпатичной. Вот так. И вперед. Она настолько занята и на работе, и дома, что даже в голову не приходит задать вопрос о личной жизни и о любимом человеке, который непременно должен появиться в ее сказочном домике. Я стану сильной без тебя. Я все смогу начать с нуля. И ты мне счастья не желай. Прощай. Я стану сильной без тебя. В чужих объятиях растворюсь. К тебе я больше не вернусь. Прощай. 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 Прощай.